В местах чернения снег хорошо притягивает солнечные лучи, быстрее таят, а прорези во льду позволяют реке быстрее вскрыться, особенно в проблемных местах. Снежную поверхность обычно чернят в местах наибольшей толщины и там, где могут возникнуть ледовые заторы. У опор мостов, в излучинах рек, у островов. К работам, как правило, подключаются добровольцы и юноши-студенты. Работают шесть речников, включая двух водителей на снегоходах. Протяженностью должно пройти 40 километров в общей сумме. Идем параллельно два снегохода, соответственно, для выполнения больших результатов. В целом работа идет достаточно неплохо. Стараемся уложиться в сроки и делаем быстрее норму. Ребята стараются, мы стараемся и хотим достичь результата, чтобы не было ни потопов, ни любимый город не пострадал. Сегодня на водоемах округа сохраняется зимний режим. По информации специалистов, на большей части рек уровни воды в пределах среднемноголетних значений. По предварительным прогнозам, вскрытие рек ожидается в сроки, близкие к средним многолетним значениям. В восточных районах – во второй половине апреля. Кроме чернения, начались ледорезные работы. Всего в этом году на территории двух регионов – Архангельского и Вологодского – запланировано распилить 190 километров льда. Также стартовали работы по распилке льда. Их выполняет аварийно-спасательная служба Вологодской области. Работа будет выполняться в двух регионах – это Архангельская и Вологодская области. На сегодняшний день машины работают на реке Северная Двина. Шесть единиц техники, четыре ледорезные машины и два трактора. Перед началом ледохода в апреле месяце также стартуют взрывные работы, которые также выполняют специалисты-взрывники аварийно-спасательные службы Вологодской области. Работы по чернению ледового покрытия проводятся в Великоустюгском округе ежегодно. Это позволяет оперативно контролировать уровень воды и таким образом избежать опасных подтоплений. Оксана Митинева, Антон Карев, телеканал «Русский Север». Продолжение следует...